Шелестят конфет огурки, там мандарин стоит и наряженная ёлка Зефири, что у нас тут? Старый Новый Год Поэтому вот этот стрим, или говоря по-русски Мы с вами нашу беседу, встречу, беседу посвятим вот этому празднику, гаданиям Ну и прочим вещам я с вами поделюсь кухней духовного совершенства Через которую я прохожу мало кто что-либо подобное вам может подсказать Итак, Владислав, доброго здоровьица, иго-го-миго-го, так же доброго здоровьица Ну пока собирается народ, что я хочу сказать Вот у меня в свое время, когда я как бы стал на такую хорошую энергетическую струю Ну так получилось за счет методики использования красивых слов Буквально так я два дня позанимался И как пошла через меня энергетика Я начал там летать Ну в смысле ощущение летать, сочинять, стихи идут На эти настроение такое вот Ну практически как сейчас Может быть чуть побольше А может где-то и поменьше Вот и только раз Вадим Ларгин, привет всем За тем, что тебе дали энергетику Такую мощную Естественно, кто-то приглядывает за тобой Хотите верьте, хотите не верьте Я вам просто рассказываю, что у меня было Вот А как ты все это используешь? Вот на нравственном уровне ты созрел или не созрел? Вот И как раз у меня прямо перед гаражом там люк канализационный Не канализационный, а там водяной И вот только хоп и свистнули Вот я выезжаю из гаража и могу в этот люк упасть И естественно вот Как бы сказать естественно Неестественно Я значит недобрым словом отозвался о этих людях Которые Свистнули этот люк И вы знаете, что самое интересное Сразу же вот эта энергетика Как будто тебя только Как надутый пузырь Только оп прокололи Спустил Ни энергетики Ни творческих каких-то там вещей Ничего нет Ну ничего нет и все Ну как бы назад вернуть Но Но как бы сказать Знал бы Вот это явилось своего рода Для меня Уроком Что Даются Силы Человеку Дается Мощнейшая энергетика И Эту естественную энергетику Так Эту энергетику Надо Использовать Использовать Будем говорить По крайней мере Не во вред Окружающим Ну и желательно себе Так Сейчас у нас стрим посвящен Знаете Вот этим вот Всем таким оккультным вещам Я делюсь с вами Опытом О которой Это Мало где вы это Узнаете Потому что Важно Знаете Вот Встретить человека Идущего на пути А потом Когда он достигнет Как допустим Тот же самодумал А как А что А он ничего И не сказал И ничего не оставил Вот Поэтому Слушайте внимательно А останется Вот эти вот Время у нас Часок мы с вами Поработаем Я отвечу На ваши На ваши вопросики Так И вот Смотрите За счет Теперь новой методики Гравитационной гимнастики Я потихонечку 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 На это самое Накапливаю энергетику И Вот По сравнению с тем Что у меня было Это Значительный прогресс То есть Вот На какую-то ступень Я вышел Такую Да и вы и сами Чувствуете И сейчас Чувствуете От меня Энергетика Прет Ага И знаете Вот Опять-таки Как бы сказать Я стал На такую ступеньку А дальше Я еще Сейчас Больше пойду Или нет И опять Такая Знаете Такое Вот Испытание Следующего Следующего Так сказать Следующий случай Я там Дня Примерно Три назад Мыл машину Чернушку Помыл Потом Своего Этого Беляша Помыл Вот И попросил Чтобы Вот эту Белую машину У меня Как вы чувствуете Энергетику Наташа Ты чувствуешь От меня Энергетику Вот так Вы ее и чувствуете Так Значит Попросил Чтобы Багажник Убрали Убрали В багажнике Я значит Вышел Потом Забрал Машину Приехал Мне звонят Говорят Забыли Положить Туда То Что С багажника Вынули А в багажнике У меня там Лежали Разные Родовые Вещи Книжки Там Скребок И в том числе И в том числе Видите Вот эта Вот такая Вот штучка Вот такой вот Пакетик Пакетик И так Я продолжаю Значит Я слегка Как бы сказать Вот с ними Так сказать Поговорил Особо не настаивая Но тем не менее Они мне тут Говорят Что мол Ну Дома там Поищите Может там Дома Ну я как бы сказать Согласился Просто я подумал Ну Вот дураком Меня тут делают Все тут лежало Все это книжка И И это А теперь нету Где-то там Забыли Не забыли Ну короче Я Внутри Меня забурлило Забурлило И как раз Вот мы с женой Ехали Ну там Прогуляться И она Говорит мне Слушай Ну от тебя Так прет Я аж дрожу Говорит Все тут дрожит И искрится То есть Так у меня Внутри Вот все Знаете Вот Вот эта вот Книжка Вот так вот Она как бы сказать Зацепила Подействовала Что вот Мол Тебя Вманули Куда-то Книжку там Дели Кто-то там Свистнули Еще что-то Ну короче Такая конетель Так что Жена Ощутила Говорит У меня поднялось Давление Я вот Вся там Горю И так далее И Эту ночь Я так Особо даже И не спал Тоже вот эта Вся Энергетика У меня Горела Несмотря на то Что съездили Там Прогулялись В парк Лога Посмотрели На огоньки Вот То есть Я приехал Как-то Я вот Не найду Себя Место Не могу Успокоиться Вот такие вот Вещи Есть Когда Энергии Много С ней Очень Трудно Справиться Особенно Если ты Вот еще Эмоционально Незрел Если ты Умственно Неустойчив Но тем Не менее Я знаете Начал Задавать Все вопросы Ну а Почему Насколько Это важна Тебе книга Что там Вот Так вспыхнул Но более-менее Что-то как-то Что-то как-то И Я уже так Как Думаю Разговор Построить с ними Что Ну без давления Без этого Просто как-то Обменяться Так Сяк И в конце концов Вот Сегодня Позвала сестра На вот этот вот Вечерок С варениками С варениками Значит Позвала И Я Перед тем Как ехать А я Еду Мимо Этой Мойки Думаю Ладно Позвоню Как раз Должна быть Эта смена Звоню Мне значит Дают Этого Игорька Я говорю Игорьок Ну вот так Вот Вот так Вот Там должна быть Вот такая Вот должна Вот эта Самая Вот такая Вот должна Быть Он говорит Я сам Ложил Вернее Забирал И сам Положил То что было В багажнике Не было там Ну я думаю Если там еще Что-то надавливать Вот так И сяк Ну человек Говорит Значит Ну поверим ему Хотя я уже Там позвонил В Лексус Узнал Сколько там Эта книжка Стоит Говорит Примерно Таких уже Дело в том Что уже Модель новая Их не Это Не идут Такие книжки С новыми моделями Это значит Надо заказывать Там Она-то стоит Допустим Рублей 500 Говорит Месяца три Ждать Ну ладно Думаю Вот Заходим Значит Едем к сестре На Вареннике Я захожу В гараж И говорю Так Черт Дьявол Ну-ка Отдай Мать Твою Так Кстати А сон Мне приснился Что Я нахожусь В доме Жена И так сказать Во сне Дело идет Как бы сказать У нас К интиму И я пошел Там Кое-что Сделать Перед Интимом И значит Захожу Как-то туда Только Как бы Немножко Ниже Спустился Чтоб взять Ту штуку Которая Мне нужна А гляжу Какие-то Мужланы В военной Форме Прут К сестре Я Ну нет Провалилась Эта книга А тут еще 100 тысяч Вот уже На носу Надо вот Смотреть Что там Надо покупать Какие там Эти Расходные Материалы Как говорится Как вот такая Вот Приехали К этой Я уже Такой Более-менее Спокойненький Захожу Да А еще Перед Поездкой Перед поездкой После обеда Я все-таки Немножко Отдохнул Там Что-то там Поспал Подремал Я позанимался И выложу Очень интересное Занятие Гравитационная Гимнастика Где я Как бы Прогрессирую Советую Посмотреть Это как раз Вот Для тех Людей Которые Хотят Какого-то Духовного Или энергетического Прогресса Одно Спрашивают Как раз Если вы будете Смотреть Вот Стримы Смотреть Вот мои занятия Вы будете В процессе Как это все Происходит На практике Вот Лично Со мной Вот Значит Я там Поднял Такие Интересные Веса Хорошие И Мы поехали К сестре Итак У сестры Насколько я себе Помню Вот всегда Что-то Мне такое Попадало А именно Какие-то там Монетки Или еще Редко Какая там Ерунда попадет В основном Вот у меня Как бы сказать Я по этим Монеткам Прохожусь В варениках И так далее И так далее Нас Нас было Я Жена Сестра С мужем Племянник С женой Шесть человек Так вот Практически Из них Всех Конечно И у них Что-то Перепало Но Мне перепало Больше всего Первое Это Орех Хороший знак Это значит Конфета Леденец Хороший знак Сахар Хороший знак Наконец-таки Нитка Это Дорога Далее Значит Лавровый лист К славе Далее Монетка Евро И 50 копеек Наших То видите Сколько я там Набрал То есть Больше всех Ну вот Поехали назад Завезли домой Племянника С женой Ну и Назад Вернулись Вернулись И Я вышел С машины Но еще Так смотрю Хотя я ночью Думал Ну где ж это Где ж это Это книга Где ж это книга Вот Нет этой книги Пакет Вот такой вот Синий Как вы видите Вот этот Синий пакет И я смотрю На свои Рыбацкие Принадлежности Вот рыбацкие Принадлежности Там у меня целый Тазик Лежат эти Спиннинги Та-та-ра-та-ра-та-та-та-та-та-та И я смотрю Вот Пакет Похожий Я наклоняюсь Щуп-щуп-щуп-щуп-щуп-щуп-щуп Ага Книга Рыба Книга Открываю Да Так и есть То есть Я уже не упомнил Как я Ездил на рыбалку И для того Чтобы это все Там не болталось Я просто-напросто С рыбацкими Принадлежностями Все это Выложил И благополучно Забыл Вот Вот такие-то дела Видите Как Как тебя проверяют На все эти вещи И ты все-таки Вот Если сможешь Справиться Со своими Вот этими Дурацкими Амбициями С этим Эгоизмом С этим Значит Еще чем-то Еще чем-то Пройдешь Пройдешь Какой-то Знаете Вот Своеобразный Испытательный Испытательный Эти все Вещи И получишь Доступ К новым К новым Силам Еще большим За которые Себя Спросят Еще Как бы сказать Строже Следить надо Вот такие вот Вещи Это со мной Произошли Вот я вам Все это рассказываю Что-то никто Особо Не спрашивал Меня про Вот такую вот Вещь Знаете Мне Не обидно А вот просто-напросто Непонятно Следующее Вот Кто-то Придумал Эту самую Скандинавскую Ходьбу Взяли палки Возможно У скандинавов Там С палками Ходить Интереснее Потому что Там может быть Лед Смех И как бы сказать Держать равновесие У нас же Ну не везде Такой Лед и снег Я же придумал Казачий ход Вот они Два Эспандера Вы берете Их вот так вот И идете И Не спеша Сжимаете Эффект От такой Прогулки Когда вы идете И сжимаете И я Кстати Несколько Видосов По казачьему Ходу Выложил Намного Больше Здесь Работает Кисть Там Кисть Не работает Так Знаете Чвукайте Что-то Такое Тут Работает Кисть Тут Работает Предплечье Тут Работает Вся Рука То есть Намного Эффективнее Не Это Ничего Не Приживается А здесь Оригинальный Подход Намного Лучше Не слыхали Не знаем И ничего Не хотим Знать Вот Я с вами Поделился Что со мной Произошло Так Ну а теперь Теперь Я сразу Как бы сказать Можно ли Употреблять Турину На голове Если принимаешь Соду Я насчет Этого Дела Уже Вам Говорил Не Мешайте Голодание Это Свой Собственный Процесс Он Идет И все Что надо Естественно Делается Как Только Мы Начинаем Ну еще Урина Ладно Там Она Там И то Ее не надо Заливать Всю Будем Говорить Три Глотка Утром Допустим Три Глотка Там Вечером И все Больше Ее не надо Там Хлебать На воде Далее Значит Если вы Надумали Какое-то Там Содовое Голодание Делает На содовой Там В воде Или Там С клизмами Это вы Уже Обратитесь К этому Самому Специалисту По Вот Этой Висцеральной Терапии Вот Он Ее Там Предлагает И Ознакомьтесь С этим Что И как Там Действует И Насколько Вы понимаете Вот такой вопрос Здесь нету Конкретики На какой Срок На что Как И чего Просто так Что Вы 30 Там Дней Будете Принимать Там Соду Вот Урину Я Принимал И 40 Дней Нормально А вот Соду Я Не знаю Там Насколько Там Ее Надо Использовать Вот Поэтому Если Вот Что-то Вы Делаете Чтобы Не Запутаться Чем Больше Мы С В В Одно И То же Время Делаем Каких-то Оздоровительных Практик Применяем И то Применяем Это Применяем И так Далее Мы Не можем Понять Отчего Допустим У нас Произошло Либо Обострение Чего-то Либо Ухудшение Либо Положительный Эффект Вот так Вот Я Вадим Ларгину Скажу Сны Символичны Да Символичны Кое-какие Символы Есть Конечно Каждому Тут Покажут Со Своей Силы Значит Про казачий ход Я сказал Вадим Ларгин 10 дней Ну В любом Случае Я На соде Не голодал Поэтому Вот К этому К специалисту По висцеральной Терапии Фамилия Вылетела Из головы Кто-то Знает Он Там Скажет Хотя 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 Одета У меня Вот Ну Что Теперь Рассказывайте А что Там У вас Там Было Вот Как Вы Ели Варенники Что У вас Там Кто Вы Съели Еще Разок Повторю Я Съел Орех Грецкий Я съел Сахар Я съел Конфетку Карамельку Я съел Нитку Это дорога Я съел Лавровый лист И Одна монетка Евро Была 10 центов Другая 50 копеек Во Агулов Да 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 Вот Агулов Посмотрите Что он там Предлагает Как Чтобы вы Понимали Были в курсе Дева Так Я лично Никогда не Понимал Что такого Сверхвеликого В скандинавской Ходьбе Сколько Не пробовал Но не идет Она И все Тут Уж лучше Обычно Ходьба В быстром Темпе И вдобавок Вот вы В карман Положили Все это Можете даже В кармане Все это Нажимать Отличная Работа Попробуйте Это Это совершенно Новая Так сказать Метода Основанная На Том Что вы Соединили Ходьбу С Работой С кистевыми Эспандерами Причем Эспандеры Не должны быть Знаете Какие-то там Сверх Это Мощные Тяжелые Вы должны Более-менее Легко Сжимать Из-за того Что вы Гуляете У вас Получается Много Сокращений Которые Прекрасно Влияют На сердце Сильная Кисть Это уже Хорошее Здоровье Нашей Сердечно-сосудистой Системы И у вас За счет Времени Идет Утомление Посмотрите Мои Казачьи Ходы И Практикуйте Сейчас Как раз Настало Время То что Надо Так Сладкая Длинная Жиз И бабки У вас Вот Ирина Ц Как раз И сказала То есть На этот Год Вот Такие Вот У меня Эти Предпосылки Так Ну что Что у вас Дальше На телевидении Сразу Хочу Сказать Это все Рано Что вы Сейчас Попытайтесь Попасть На телевидение И вам Скажут А кто Ты такой Меня Лично Пригласил Руководитель Телевизионного Канала Он Пригласил Без Приглашения Там Делать Нечего Там Куча Стоит Своих Желающих Которые Гораздо Ближе К Начальству И Они Естественно Вас Не пропустят Никак Владислав Исаев Что Там У вас Такого Этакого В жизни Происходит Что-нибудь Там Напишите Напишите И так Далее Так Наташа Но вы Столько Знаете Люди Много Не знают Их Затравили Химии Я Так Понял По Большому Счету И Не Надо Чтоб Люди Там Что-то Знали Это Вы Так Думаете Там На верхах Думают Совершенно По-другому Люди Должны Быть Безграмотные И Легко Управляемые Вот И все Что От Народа Требуется Так Вы Когда-нибудь Исповедовались Причащались Соборовались Да Было У меня Такое Это Было Знаете Когда Наверное В 18 Году На Афоне То есть Как раз Перед Пасхой Мы там С друзьями Поехали На Афон И Перед Пасхой Вот это Вот Весь Этот Процесс Я Прошу Так что Был у меня Такой Опыт Я так скажу Можно Сделать Совместный Стрим С Эдуардом Ну Это Надо Как-то Его Спросить Мы Уже Так Давненько С ним Не Переписывались Я Думал Он Он И Смотрит Так что Я Вообще То Не Против Как Он Есть У него Такая Техническая Возможность И Желание Так Надо Законы Мироздания Надо Изучать Делайте Своё Дело Занимайтесь С собой Занимаемся Выходите В церковь Очень Редко То Я Не Хочу Сказать Что Я Против Этого Но Бываю В церкви Очень Редко Так Принижать Себя Не Надо Время Сейчас Изменилось Изменения Грядут Да Они Все Время Грядут 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 И Все Что-то Это Самое Грядет Так Говорят Нашу историю Переписали И крещение Церкви Это неправильно Крестить По-другому На Руси Было Может О чем-нибудь Другом Поговорим Там Вот Как вы Этот день Провели Что Вы там Делали Что у вас Там Получилось Вот как Я вам Рассказал Свой Сегодняшний День Плюс Перед Этим Вот эту Историю С Тем Что у меня Там Книга Потерялась И я Вот Так Вот Как бы Сказать Думал Что у меня Ее Сперли Но Оказалось Нет Так Ага Владислав Подготавливаюсь К смягчению Организма Горячую Проращиваю Уменьшил Прием Пищи Все по плану Все буду записывать Как и что Идет Ну давайте Давайте А сейчас Как вот этот День Вы провели Как там Вареники Делали Варили Закладывали Монетки Или нет У нас Традиция Сестра Младше Меня На 5 лет И вот Она Постоянно На старый Новый год Естественно Меня Брата Родного Приглашает Меня Меня Жена Были Когда Дети Ну Еще не Взрослые Значит Дети Приходили Вот Так что У нас Такая Вот Традиция Кому Надо Того К вам Бог Направит Ну Направит Так Направит Я Еще Хочу Сказать Я Не Столько Там Врачеватель Я Иду По Пути Саморазвития Так Скажем Пытаюсь Совершенствоваться Самосовершенствоваться С помощью Различных Там Средств И Вот Вам Рассказываю Что Чего Выкладываю Там Что У меня Получается Как У меня Получается Так Впечатление От винтажного Романа Который Я Купила Энергетика Запаха Принесла Мне Прошлая Кайф Ну Бывает Такое Да Когда Вот Такие Ощущения Вкусы Запахи Они Вот Как бы Сказать Невольно Наводят Вас На воспоминания О Прошлых Жизнях Как Это Было Это Очень Интересные Такие Опыты Так Сегодня Работал С французами Рассказывал Свои идеи По организации Студии И Музыкальным Проектам И На Многоканальном Формате В этом году Надо будет Сделать Несколько Композиций Для Инсталляции Ну Хорошо Хорошо Поделились Так Ну Далее Так Сейчас Работают Над Целительными Силами Музыкой Для Ауди Книги И Расстановкой В голосах Интересно Как у вас Идет Вот Я За все Это Время Прошел Только Толстый Кишечник И Печень Сейчас Я Дальше Буду Работать Мне Там Еще Надо Додиктовать Четвертый Том И Вот Начать Вот Это Все Эти Обработки Как Как Быстро У вас Идет Дело Вот В этом Направлении Так Сегодня Голодал А то Вчера Голова Вчера Начала Борить Хоть И На Работу Хожу А Вот Смотрите Вот Марат Он Правильно Поступает Вот Если У вас Какое-то Недомогание Или Еще Что-то Там Такое И Проще Говоря Не Искать Там Что-то Какие-то Причины Или Еще А Можно Вот Поголодали И Как правило Голодание Многое Ставит На Место Очень Хорошо Голодание Работает Хотя 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 Если В дальнейшем Все Будет И после Голода Повторяться То Надо Будет Искать Причины Так Делаю Несколько Вариантов Композиции Которая Вам Очень Понравилась И Будем Использовать Для Аудиокниги Еще Раз Владислав Как Быстро У вас Продвигается Вот Эта Обработка Голоса В смысле Вот это Вырезаете Мои Оговорки Неправильно Произнесенные Слова И так Далее Как это Вакуум Продолжаем Ну и Прекрасно Если Вы что-то Решили Надо Надо Хотя бы Поделать Месяца Три Для того Чтобы Вы Почувствовали И увидели Наглядно Свой результат И тогда Уже Решаете Ага О Дальше Делаем Потому что Есть некоторые Вещи Которые Не так Быстро Все это Дело Проявляется Какие Вареники Мы на голоде Ага Вадим Ларгин Ну хорошо Хорошо Вадим Вы на голоде Значит Значит Ну На голоде И Я поддержу Вадима С тем Что Вот Голодать Когда Тут Идет Праздник Все объедаются Это Раза в три Еще более Полезнее Во всех отношениях Во всех отношениях Так Владислав Я думаю Закончить Музыкальные идеи Концов февраля Соответственно А в марте Первый том По идее Должен быть готов Ого Хо Хо Как Да Ну ладно Обрабатываю голосом Быстро Медленнее Сложнее всего Делать музыку Звуковые эффекты Для этого Ага Обработка голоса Быстро Надо же У меня Вот я сижу Обработка голоса Я сижу Вот Допустим Если час Запись Длилась Я сижу Вот этот час Слушаю Плюс Остановки Выпиливания Всего лишнего И в итоге Все это Все это Растягивается Где-то часа на два Если Если Больше Так Наташа Я тоже рада Что не Переедала Выходные Да Важно себя Контролировать Я тоже не переел Причем Знаете У меня Вот Если Я там Где-то Два Три Вареника Съел Пустые Остальные Все попали В цель Космический Летон Добрый вечер Так Подскажите Что нужно Делать Для просветления Просветление Это большая Работа Просветление Работа Над собой Прежде всего Надо Выбрать Какую-то Там Методику Которая Вас Должна К этому Привести Как правило Эта методика Не простая Она Многогранная Тоже Например Просветление С помощью Христианской Религии Смотрите Помимо того Что Надо Будет Как бы Сказать Философию Понять О чем Говорит Христианство Ну это На мой взгляд Далее Значит Избирайте Методы Которые К этому Ведут Это Как правило Молитва Пост Молчание И Наконец-таки Затвор Вот Четыре Вещи Которые Начинают Вести К просветлению Если Использовать Допустим Какую-то Религию То есть Во всех Религиях Вообще-то Во всех Религиях Если Не брать Философию Буддизма Христианства Мусульманства И так далее Инструменты Все Похожи И одни И те же Это Опять-таки Молитва Это Пост Это Обед Этого самого Ну Помимо того Что обед Безбрачие Обед Молчание И этот самый Последний Что там Это На какой уже Третий день Хотя и ем И на работу Хожу Так Третий день Третий день Седать И хормы Отлично Влияет На то Чтобы появился Стол Так Я тоже Я выпилю Чуть быстрее Так как Работаю С клавиатурой Тут Сложнение Сделать Само Оформление Так что Работаю Дальше Я Это Как-нибудь Там Завтра Послезавтра Вот Поработаю Над вот этим Вот Выпилкой Лишнего А вы мне Тогда Подскажете Что Чего у меня Получается Может что-то Там Подскажете Что Побыстрее Так Я это понимаю Алексей Николаев Делаю Дыхание Счастья Много лет Назад Рекомендую Вам Музыку Жанна Мишель Джар Залог Великолепная Музыка Пронизывает До самых До глубин И эффект Был от дыхания Вот смотрите Наташа Это как раз Вот Алексей Николаев Для вас Написал Вот вы Спрашиваете Дело в том Что С дыханием Важно Помимо того Что дыхание Само по себе Действует Но Важно Соединить С музыкой Которая Бы Особенно Вот эта Залог Она такая Страшная Такая Знаете Мистическая То есть Которая Затронет Ваши Внутренние Страхи Которые Накопились И за счет Этого Она их Вывернет Вот дыхание В сочетании С музыкой Вывернет вас И очистит Видите Какая вот Методика Не просто Там одна Вы дышите А соединяете Музыку Вот из всего Что я слушал Вот я нашел Такое Залог Хотя там есть И другие Там мелодии Но я как-то Их нет А залог Действует Ну Супер Дупер Понимаете Вот Важно Зацепить Вот эти Животные Струны Нашей Духовной Сущности Которые У нас там Есть И на которые Накопировалась Разного Рода Шваль И которая Мешает нам Жить И вот Как только От всего Этого Освободитесь У вас Помимо здоровья Скорее всего Изменится И судьба Судьба Станет Другая Более Лучше Плюс Даже Удача Развернется К вам Лицом Так Просветление Это питание Очистка Полевая Форма Жизни Да Это вот Так Вот Знаете Сказали Знаете Так Это питание Очистка Полевая Форма Жизни Это Знаете Это Ни о чем Это Ни О Чем С моей точки Звания Хорошо С утра Пить воды Теплая Потом Сесть хлеб С маслом Или сало Из опора Как не бывало Ну вот Пожалуйста Вот Хороший совет Попробуйте Глядишь У вас Так сказать И получится Да-да Спасибо Да-да Я дышу Под музыку Для халатрубки Много На ютубе На ютубе Ну хорошо Так Какие продукты Питания Полезны При болезнях Легких Говорят Сало Ну Кушайте Сало В любых Случаях Важно При болезнях Легких Это не переедать Раз Вот И Вот смотрите В зависимости от того Какие это болезни Легких Вот книжечка Вот это вот Лечебное Раздельное питание Там есть как раз Раздел Сокотерапия При тех Или иных Заболеваниях Вот вы можете Почитать И Использовать Те соки А в основном Говорят Вот тяжелой Меньше надо Тяжелая пища Но тяжелая Какая-то Это скорее всего Смотрите Это вот Смешанная Пища Если вы Съедите Борщ Со сметаной А потом Картошку С котлетой А потом еще Запьете Это все Там Теплым Сладким Чаем Вот это Вот будет Тяжело Для организма И как Как правило Даст Вот Нагрузку И на легкие Так А как Изменяется Судьба После дыхания Ну Посмотрите Как она Изменится Можете Пока Посмотреть На меня Вот я Как мне Все говорят Электрослесарь Кипи Автоматика Вот А теперь Не слесарь Жил Вот допустим Там с родителями А теперь Живу сам С женой И котом У меня Один этаж У нее Другой этаж А у кота Третий этаж А на четвертом Это же В подвале У меня Еще Спортзальчик Так Мы С вами Работаем До 40 минут Потому что Мне надо Еще сделать Мое Собственное Видео Где Качаешь Холотропную Музыку Так Слишком Медленно Видео Посмотреть Может Есть Буферизация Какая-то Буферизация Что-то Тут Но это Скорее всего Погода У нас Такая Если На поверхности Мочегона Упаренной Со временем Образуются Белые пятна Как Пресс И В холодильнике Что это значит Может Не доупаривание Нет Все нормально Бывает Такое Значит Что Вы можете Сделать Вы можете Просто Перекипятить Просто Перекипятить И дальше Использовать А пятна Можете Выбросить Вот Эту Пену Так У вас Были Примеры Ваших Пациентов Нет Я как-то С пациентами Видите Не Это Не работаю Вот Что Доводилось Вот Последняя Это Серьезная Работа Вот С Эдуардом А больше Я так Особо Не работал Что После дыхания Меняла жизнь У людей Как это Работало Ну Это Вот У меня Все В комплексе Так Мне Тоже Нравится Залог Тяжелые Это Углеводы Углеводы С сахаром То есть Крахмал С сахаром Еще с маслом Так Вадим Набери В ютубе Так Что случилось У вас После дыхания Какие изменения В жизни Я об этом Рассказывал Я просто Стал Более Спокойным Это Отдыхание Естественно Это Повлекло За собой И Общение С людьми Так Будем Искать Посмотрим Там Много Композиции Да Там Композиции Много И если Раньше Это было Как бы Новое За это Просили Деньги И сейчас Это все Вышло В тираж Вот Ну что У нас еще Полторы минутки Полторы минутки Как бы Этот стрим Назвать Назвать Старый Новый год Да Примерно так Занимался Дыханием Счастья Но недолго Может месяц Кстати Вот вы Как раз Если голодаете Попробуйте Это делать На голоде Будут Очень Интересные Эффекты Очень Интересные Эффекты В сочетании Дыхания С голоданием Даст Знаете Даст Нечто Такое Третье Которое Вы Не Это Самое Никогда Раньше Не ощущали Так Шесть месяцев Дышу А я Гравитационная Гимнастика Уже Отзанимался Девять Месяцев Я вам дал И пошел Вот это Десятый Месяц Ну что Будем Подводить Концы Наши Концы По этому Поводу Сейчас я хочу Выложить И посмотреть Как я сам Занимался Для меня Мне хочется Потому что Там я Здорово В чем-то Прибавил В упражнениях И хочется Посмотреть Как я это Сделал Дыхание Не чистит Карму Запомните Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует